Среда может стать днём трезвости с инициативой запретить продажу алкогольной продукции в течение целых суток, выступил депутат законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин. Общество нужно корректировать, считает народный избранник. Аналогичного мнения придерживаются и его коллеги по законотворческому цеху в Мосгордуме. Там сегодня планируют обсудить запрет, правда днём Х хотят сделать пятницу. Как к идее относятся предприниматели и сами потребители, выясняла Елена Балдышева. Депутатская инициатива в среду не наливать, а точнее не продавать алкоголь уже неделю волнует и борцов за трезвость, и любителей горячительных напитков. Петербургские депутаты решили запретить продавать алкоголь в среду. Ваше мнение? А смысл? Да мне по барабану. Правильно, не надо пить. Придётся покупать гораздо больше алкоголя во все остальные дни недели. Профессионалы алкогольного рынка с последним ответом согласны и считают, что мера вызовет такую же реакцию, как и запрет продавать алкоголь по ночам. Это ограничение научило ценителей пенного и огненной воды делать запасы заранее. А после общего подорожания и увеличения количества контрафактной продукции, многие и вовсе вспомнили дедовские методы противостояния сухому закону. У меня друзья, у которых есть самогонные аппараты, они, скажем так, сами это производят, и я пробовал. Действительно прекрасные продукты, причём по старым рецептурам. А вот ритейлерам закон ударит по карману. Такое заключение уже сделали эксперты этого рынка. Представляете, стеллажи с алкоголем. В среду их нужно забаррикадировать, закрыть, как минимум, потратить на это какие-то средства. По мнению депутатов, никакие средства не смогут сравниться с ценой здоровья петербуржцев. Трезвая среда – залог не только свежей головы в четверг, но ещё и попытка преодолеть сложившиеся стереотипы. Я считаю, что нужно корректировать наше общество. Я считаю, что нам должно сформировано быть в российское общество, которое думает и которое понимает, что алкоголь – это вред, несмотря на то, что с малых лет нам пытаются навязать, что русский человек и водка – это синоним. Есть мнение, что новый закон не только разрушает устоявшееся ложное представление, но и возвращает к старым традициям. Идея создать трезвую среду в среду – не новая СМИ. Уже связывают депутатскую инициативу с православием, по которому в среду религиозные люди должны соблюдать пост. Но парламентарии говорят, что новый закон обращается не столько к религии, сколько к здравому смыслу. Ведь маленькая пятница, как часто называют в среду, ещё недостаточный повод для того, чтобы предаваться Бахусу, несмотря на грядущий рабочий день. А нам всё равно, а нам всё равно, пусть боимся мы волка и сову. Не страшны инициативы и тем ценителям алкоголя, кому и закон не писан, и повод не нужен, и день не важен. И пускай запретит всю неделю продавать. А где покупать будете? На еду. Этот ответ уже стал руководством к действию у желающих обойти барьеры. Например, купить алкоголь не только в любой разрешённый день недели, но и в запрещённое ночное время до сих пор можно практически в любом спальном районе. В небольших ларьках в ассортименте предлагают горячительные напитки от заката и до рассвета. Елена Болдышева, Евгений Гончарук, Денис Мешаков, Наталья Шипицына и Светлана Субботина. Новости Санкт-Петербург.